Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, и будем переходить к нашему сегодняшнему вебинару. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если звук есть. И все готовы к нашему сегодняшнему вебинару. Отлично. Отлично. Еще буквально одну минуту дадим возможность всем подойти к экрану и приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Итак, ну что ж, давайте начнем. Те, кто несколько отошел, я думаю, ближайшие несколько минут подойдут. Рад всех приветствовать на нашем еженедельном вебинаре, который называется «Технический анализ по системе Price Action». Меня зовут Исаков Роман, я его провожу для вас. Для тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре, представлюсь. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, работаю с регионами русскоязычными, Россия, Украина, страны СНГ. И ко мне можно обращаться по всем вопросам, которые у вас будут возникать не только по торговле. Да, непосредственно торговля сегодня займет важную роль, но и тем не менее другие вопросы, которые также могут возникнуть в ходе взаимодействия с Admiral Markets, вы их также можете адресовать мне. Мой опыт работы на финансовых рынках составляет порядка шести лет, поэтому в тех вебинарах, которые я провожу, стараюсь делиться с вами своим опытом, своим видением и рассказываю о своих наработках в данном направлении. И, как всегда, перед началом предупреждение о рисках. Все, что мы разбираем на вебинаре, не является прямой рекомендацией к действию. Здесь важно понимать, когда вы приходите на финансовый рынок, что торговля связана в первую очередь с риском и риски нужно научиться контролировать. Итак, перейдем к нашему сегодняшнему занятию. Мы, как всегда, разбираем ключевые тенденции на рынке, которые были на предыдущей неделе. То, что нас будет ожидать на неделе предстоящей. И хотелось бы мне коснуться некоторых моментов, которые были связаны с праздниками, которые были в конце прошлой недели. И несколько акцентировать внимание на этом. Потому что с этим ваше поведение на рынке тоже должно быть связано напрямую. Сейчас я запущу MetaTrader. Мне от вас потребуется сигнал, что MetaTrader появился. Сейчас он должен быть перед вами. Пара евро-доллар. И, пожалуйста, поставьте плюс, если вы его видите. Поставьте плюс. Спасибо. Отлично. Да, плюсики пошли. Плюсики вижу. Итак, первое, с чего мне хотелось бы начать. Очень много, ну, точнее, не очень много, но тем не менее, больше. Обычно это бывает в новогодние праздники, но тем не менее, Пасха. Также, пользуясь случаем всех, поздравляю с Пасхой, да, с Пасхальной недели, которая была, которая завершилась. И на рынках также были на выходные дни. Не работала Америка, не работала Европа, прошлую пятницу. И что мы могли на рынке наблюдать, да, в связи с этим. Вот я специально для вас включил, вот сейчас сделаю чуть больше, индикатор, который называется Spread. Спред, индикатор от Admiral Market, с которым вы всегда сможете записывать тот Spread, который у вас возникает. Мы видим, что когда выходят новости, Spread может быть несколько выше, чем в нормальные торговые часы. И Spread может быть также ниже среднего. Это также диаграмма отмечает. Так вот, что мне хотелось бы разобрать и на чем акцентировать внимание. На том, что в пятницу расширение спреда, оно было несколько выше. И связано это с тем, что на рынке практически не было участников, то есть тонкий рынок. Соответственно, возникший интерес к тому или иному инструменту мог вызывать большую волатильность. Поэтому всегда, когда вы планируете совершать сделки в празднике, к примеру, можно провести аналогию с новогодними каникулами, как правило, там дней больше, то в эти дни спред может быть действительно выше. И если ваша торговля связана со скальпингом, открытие большого количества позиций за какой-то короткий промежуток времени, то в данном случае такие дни лучше исключить из вашей торговли. Тем более, как мы видим, в пятницу волатильность практически была минимальна. То есть за день, за весь день движения были... Вот если мы сейчас посмотрим целый день, то практически 25 пунктов по паре евро-доллар мы двигались. То есть больше этого движения и, собственно, не было. Поэтому вот обращу ваше внимание на это, на данный факт. И перейдем к сегодняшней... к разбору сегодняшней ситуации, сегодняшнему анализу. И, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар. По паре евро-доллар фактически с той ситуации, которую мы отмечали неделю назад, мы встречались с вами 10-го числа в понедельник. То есть вот фактически с того момента у нас ничего пока не поменялось. 12-го числа мы видели следующий импульс, который уже обновил максимум, в том числе 7-го апреля, уже подтверждая то направление, которое у нас было сформировано. И на текущий момент ближайшая цель по данному движению состоит в том, чтобы уйти выше как раз тех максимумов, которые были показаны 13-го апреля. На текущий момент тенденция по паре евро-доллар в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, она остается также на укреплении. Ближайший разворотный уровень, который здесь мы можем отметить, на текущий момент находится в области минимума. Тот пример, который сейчас у нас открыт, как пример, один из примеров проведения сделки по данному инструменту, то, что мы с вами разбирали. Тенденция на текущий момент продолжает также свое восходящее движение. И пока целесообразно оставлять стоп-лосс именно по минимуму 12-го апреля. Как мы можем действовать уже при дальнейшем развитии ситуации и когда целесообразно переносить стоп-лосс? Вообще здесь важно разграничить. Я очень часто получаю вопросы, которые связаны с установкой стоп-лосса, то есть в какие-то моменты имеет смысл переносить их за минимум, в предыдущей торговой сессии какие-то стоит перемещать именно за коррекционный уровень. Это связано в первую очередь с вашими целями. Потому что если цель среднесрочного движения, к примеру, была, то фактически с тех уровней цена прошла в свое максимум порядка 60 пунктов. То есть лично для меня рассматривают движение, которое интересно, безусловно, более крупное движение. То есть для меня интересно открыть одну сделку с целью примерно на 1.08 и, соответственно, ее сопровождать. То есть потенциал этого движения, то, что мы разбирали на предыдущей неделе, на предыдущем вебинаре, составляет порядка 250 пунктов. То есть цель данной сделки, она может быть временная от 1 недели до нескольких недель, в зависимости от того, как будет себя вести рынок. То есть иногда эти цели реализуются гораздо быстрее, но тем не менее. Поэтому с точки зрения уже переноса, к примеру, уровня стоп-лосс по направлению движения, то есть когда уже цена продолжает свой импульс в сторону выбранного направления, это необходимо делать в тот момент, когда подтверждаются коррекционные уровни. Потому что на текущий момент подтвержденный уровень у нас пока остается в области минимум 12 апреля. Как мы, соответственно, это делали? То есть напомним, была предыдущая тенденция, затем у нас был максимум 10 числа, затем 11 числа мы обновили данный максимум и закрепились за ним. То есть уже сформировалась фигура разворота, которая очень часто может привести к развороту той тенденции, которая ранее присутствовала на рынке, ранее была тенденция, напомню, нисходящая. По паре евро-доллара от уровня 1,08 и дошли до 1,05. Порядка 300 пунктов снижали. Соответственно, 11 числа у нас цена обновила максимум предыдущего торгового дня и с этих уровней уже фактически мы могли искать точки для присоединения с ближайшим стоп-лоссом за минимум сначала 10 числа, затем за минимум 11 числа и так далее. Соответственно, имеет смысл перемещать стоп-лосс в тот момент, когда у нас уже коррекционный уровень, то есть, к примеру, минимум 12 апреля, который был сформирован, когда мы видим следующий импульс с обновлением максимума, вот у нас был максимум 11 числа, и на следующий день его обновили. Соответственно, вот за тот уровень, с которого начался следующий импульс, имеет смысл рассматривать как коррекционный. И пока на текущий момент это единственный уровень, который сформирован. В следующем действии мы сможем его переместить вот с тех коррекционных уровней, которые у нас сейчас были сегодня, где торговались с утра с открытия, только после того, как цена уже уйдет выше отметки 1,0679, то есть обновит локальный максимум и пойдет дальше по восходящей. Поэтому ближайшие действия, которые мы сможем совершить по паре евро-доллар, это переместить в стоп-лосс по направлению движения за минимум, который будет сформирован после обновления локального максимума 13 апреля. Максимум, который был в прошлый четверг. Соответственно, по следующим движениям, по следующим действиям по паре евро-доллар, фактически пока мы остаемся ниже данного движения, то не имеет смысла пока ничего делать, так как тенденция еще не меняется. А вот если цена, во-первых, уходит ниже минимума 12 апреля, то тогда мы можем ожидать продолжения нисходящего тренда по паре евро-доллар уже в сторону 1,04-1,03. Но если придерживаться выбранного сценария на покупку, на дальнейшее удорожание евро, то здесь важно присмотреться как раз вот к этому уровню. То есть переместить стоп-лосс выше будет иметь смысл только в тот момент, когда обновится максимум 13 апреля. Фактически мы его сможем уже поставить по данному значению. Также, коллеги, напомню, что если у вас есть какой-то вопрос, который хочется задать по какой-то конкретной ситуации, я периодически возвращаюсь в чат, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте, и вместе эти вопросы будем разбирать. Поэтому по паре евро-доллар на текущий момент тенденция продолжается на укреплении, и, соответственно, ближайший коррекционный уровень разворотный для нисходящего движения находится в области минимума 12 апреля. Да, еще раз повторюсь, снять стоп-лосс по направлению движения мы сможем только после обновления локальных максимумов. И это, опять же, зависит от ваших целей, потому что, исходя из данного подхода, вы также можете открывать сделки, например, с ориентиром на один день, то есть работать внутри дня. И уже, соответственно, стоп-лосс может быть, к примеру, за минимум предыдущий, да, предыдущего дня, предыдущий торговый сессий, то есть как это было сегодня. Сегодня ушли выше максимума. Соответственно, также можно было, к примеру, рассматривать сделки на покупку в сторону основного движения, которое сейчас по паре евро-доллар у нас и преобладает. Поэтому здесь вопрос вашей торговой системы, да, вашего подхода. Существует достаточно большое количество способов сопровождения позиций. И вот один из этих способов сейчас я вам показал, как я это вижу на текущий момент по паре евро-доллар. Пара британский фунт, американский доллар, начиная также с прошлой недели, продолжает свое восходящее движение, то есть сначала были преодолен краткосрочный уровень, также 11 апреля обновили максимум 10 апреля и уже уровень среднесрочный, который мы можем отметить по максимуму, который был 6 апреля. Это будет лучше видно, если мы перейдем на 4-х часовый таймфрейм. Фактически мы видим ту же самую формацию, которую отмечали для установки ступлоса сейчас по паре евро-доллар. Я ее схематично сейчас также отмечу. То есть направлены, нисходящее движение, то есть видели импульс, коррекция. Уже следующим движением уходим выше отметки сначала 1.2503, затем уже в конце прошлой недели ушли выше отметки 1.25. То есть фактически у нас появляется также формация разворотная по данному движению. И сейчас по данной паре мы также видим продолжение восходящего тренда в области уже 1.26 и 1.27. На более мелком таймфрейме мы можем посмотреть, что уровни для присоединения также были сформированы в области 1.25. То есть сейчас мы видим, что каждый последующий минимум, в том числе на часовом таймфрейме, идет выше и выше предыдущего. То есть мы можем посмотреть минимум 11 числа, минимум 12 числа, минимум 13 числа, минимум, соответственно, пятницы. И сегодняшний импульс уже также обновил локальный максимум. Сейчас несколько скорректирую. По направлению восходящего движения по данной паре. Поэтому на текущий момент, если вы находитесь, к примеру, в покупках по данной паре, то разворотный уровень, на мой взгляд, находится в области как раз 1.24.96. За минимум, который был 13 апреля сформирован. Соответственно, сейчас импульс уже практически последние несколько часов идет восходящий. Из данных уровней уже прошли порядка 100 пунктов по направлению вверх. Соответственно, пока находимся выше данной отметки, имеет смысл присоединяться также на покупку, но имеет смысл делать это непосредственно с коррекцией, потому что войти, к примеру, сейчас на покупку со стоп-лоссом в 100 пунктов затея довольно-таки рискованная. Но те коррекции, которые могут возникнуть, уже могут нам дать дополнительные точки для присоединения. Евгений, вот только начали, только разобрали пару евро-доллар, перешли к британскому фунту, и я думаю, что все самое интересное вы успеете услышать. И на текущий момент те цели, которые мы можем обозначить уже в среднесрочной перспективе по паре британский фунт, это движение в область 1,26-1,12, с последующим уже после обновления максимума в область 1,26, движение в область 1,27. По данной паре, соответственно, продолжение восходящего тренда, на мой взгляд, сейчас является в приоритете по данной паре. Ну, собственно, после выхода из данной коррекции, которая была ранее, продолжение импульса восходящего имеет место быть. Пара австралийский доллар, американский доллар, то, что мы отмечали также на прошлой неделе, остановились вблизи поддержки значения 74,72. Этот минимум был 10 апреля, 11 апреля, 12 апреля, и уже к концу торговой сессии, 12 апреля, и как раз когда открылась уже Тихоокеанская сессия, то есть, когда Австралия начала работать, продолжение импульса мы уже получили на укрепление австралийского доллара. Поэтому на текущий момент укрепление австралийского доллара также остается в приоритете. В ближайшие цели в долгосрочной перспективе мы можем отметить в области 77,29, это те максимум, которые пара не может пройти уже практически на протяжении года. Последний раз к ним подходили как раз год назад, 20 апреля, 21 апреля была самая максимальная свеча, и, соответственно, сейчас также движемся в эту сторону по направлению укрепления австралийского доллара, то есть ближайшая цель это область 77,35. Если говорить о среднесрочном, краткосрочном таймфрейме, то ближайшие уровни, которые у нас сформированы, во-первых, сегодня мы обновили локальный максимум, подтверждая направление восходящего движения, и, соответственно, локальный минимум, который у нас на текущий момент сформирован, это минимум в области 75,56 по минимуму, который был также сформирован в прошлую пятницу. Поэтому на текущий момент, если говорить о развороте по данной паре, который может быть, но с меньшей вероятностью, то, соответственно, уходить ниже отметки минимум 14 апреля может нам показать продолжение нисходящего движения по австралийцу. Но на текущий момент, пока мы остаемся выше данного значения, тенденция на укрепление австралийца остается в силе и в краткосрочном, и в среднесрочном таймфрейме. Напомню, если мы посмотрим недельный таймфрейм, то фактически куда расти по данной паре у нас запас есть, важно уйти выше отметки 77.25, тогда уже может быть более активен и более продолжен. Сейчас все-таки последний год вот фактически этот боковик 71.75, диапазон порядка 700 пунктов, в котором австралий сходит, пока он все еще сохраняется. Пара американский доллар, канадский доллар, для примера также показать как можно присоединяться уже к сформированному тренду, который уже движется. К примеру, что мы видели собственно 13 числа, 13 число у нас был тверк, в четверг мы видели резкое укрепление американского доллара как раз на американской сессии, порядка 100 пунктов мы ушли, но локальные максимумы, которые были сформированы предыдущие, то есть максимум 12 числа пара все-таки обновить не смогла, поэтому фактически данный уровень оставался также в силе и в приоритете сегодня. Что мы видели в пятницу, то есть вот у нас прошла пятница, также волатильности практически не было, 30 пунктов за весь день, но отсутствие большого количества участников собственно это все и объясняет. Уже сегодня после открытия уходим ниже локальных минимумов, то есть тенденция на продолжение ослабления имеет свое подтверждение, поэтому фактически данный уровень для установки стоп-лосс мы также можем использовать для присоединения. То есть фактически могли входить в эту сделку по направлению нисходящему и ближайший стоп-лосс по данной ситуации это 1.33.41 на продолжение нисходящего тренда и ближайшая цель это область 1.32.25 по данному нисходящему движению. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение а если мы разберем более крупный таймфрейм то началось оно фактически с начала этого года прошли уже порядка 800 пунктов по данной паре безусловно были уровни где находились в боковике но основное направление также остается на ослабление американского доллара в данной паре поэтому сейчас наиболее интересно присоединяться по данной паре на продажу но как всегда это интересно делать непосредственно с коррекцией то есть не покупать по самым низам когда уже прошли там 300-400 пунктов а в те моменты когда рынок сначала корректируется в краткосрочном таймфрейме и формируется уже сигнал для присоединения к примеру одной из таких ситуаций мы могли рассматривать в марте в начале марта когда с 27 февраля мы видим давайте перейдем на 4-часовой таймфрейм мы видели восходящее движение в область 115-44 а уже после видели выход из данной коррекции по направлению основного движения и фактически движение было порядка 350 пунктов по данному направлению сейчас также у нас идет следующий импульс то есть импульсное движение у нас продолжается поэтому вероятность коррекции возрастает фактически с каждым днем когда этой коррекции мы не видим поэтому ближайший коррекционный уровень который мы здесь можем отметить находится на максимуме примерно в пятницу здесь так как опять же участников не было имеет смысл исключить поэтому берем максимум 13 апреля 109.39 соответственно сегодня уже после закрытия дня уровни коррекционные могут быть сформированы локально по максимуму которые будут сегодня но пока день не закрыт мы отслеживаем максимум непосредственно 13 числа то есть если у нас пара уходит выше данного значения у нас начинается коррекция и уже по выходу из данной коррекции по завершению коррекционного импульса мы можем находить точки для присоединения в сторону основного тренда по направлению вниз об этом мы будем также говорить далее поэтому пока по паре доллар и иена тенденция продолжается на ослабление но вероятность коррекции как я уже сказал возрастает с каждым днем ближайшие уровни по данному движению это область 107.56 дальше это уровни 105 и дальше уже в область 100 ровно по индексу дакс пока европа европейские индексы не торгуются сегодня еще в европе выходной поэтому здесь уже сказать как откроется рынок после длительных выходных практически два дня а торговля отсутствует по данному индексу мы сможем уже непосредственно завтра но пока на текущий момент тенденции также коррекционного движения по индексу дакс сохраняется и ближайший уровень коррекционный по данному инструменту находится в области 1212 276 за максимумом 10 апреля поэтому пока мы торгуемся ниже данного значения а тенденция на ослабление коррекционно сохраняется напомню что индекс дакс не так давно подошел то есть практически в начале апреля подошел к историческим максимумом которые были также два года назад также в апреле и от этих уровней начал корректироваться вполне вероятно что мы можем увидеть коррекцию возможно не будет такой же продолжительный как и два года назад но тем не менее к этому нужно быть готовыми потому что покупать на самых максимумах всегда очень опасно но и с другой стороны не начинать продавать без подтверждения это также не выход из ситуации потому что то что может повлиять на рынок на продолжение восходящего импульса оно может соответственно вытолкнуть дальше индекс дакс уже к следующим максимумам и к следующим высотам по которым могут быть взяты в ближайшей перспективе по золоту по золоту мы также видим продолжение восходящего тренда то есть фактически также здесь не поменялось сегодня уже дошли до значения 1295 долларов за тройскую унцу и ближайший коррекционный уровень который мы можем отметить можем поставить на минимуме который был в пятницу значение 1281 доллар за тройскую унцу если находитесь в покупках то уже после обновления локального максимума который был сегодня по крайней мере защитный уровень стоп лосс имеет смысл перенести за данное значение если говорить о коррекции то коррекция возможно только после обновления данного минимума и движение по направлению вниз также были еще один инструмент который по многочисленным просьбам был введен в ежедневный обзор который публикуется на нашем ютуб канале это пара еврофунт и сейчас еще раз по ней давайте посмотрим по паре еврофунт сейчас мы видим формирование консолидации если мы отметим текущую ситуацию то мы подошли фактически к уровню поддержки в области 084 по данному инструменту и что мы можем ожидать вблизи данного уровня вблизи данного уровня и то что мы можем отследить на более мелком таймфрейме можем увидеть выход из краткосрочного нисходящего движения уже в сторону на движение в область 086 но для этого нам нужно увидеть уход выше локальных максимумов то есть по крайней мере в данной ситуации закрепиться за значением в области 084 95 то есть уйти выше данного уровня но пока мы видим что пара продолжает обновлять свои минимумы сейчас уже фактически на текущий момент обновили минимум открытие и поэтому пока тенденция нисходящая у нас сохраняется поэтому если говорить о покупках по данной паре то к ним будет иметь смысл вернуться только после обновления уже локального максимума пока он сформирован в области 84.91 это максимум 14 апреля соответственно уже завтра мы сможем данный уровень чуть ниже перенести на максимум сегодняшней торговой сессии но это имеет смысл делать только после закрытия рынка и закрытия торговой сессии но цель данного движения может быть довольно таки интересной движения в область 86 порядка 200 пунктов по данному направлению по данному движению ну и соответственно уже более глобальные цели если мы видим уже выход выше 8788 это максимум который был 10 марта показан по данной паре то дальше уже продолжение укрепления данного инструмента будет преобладать на рынке по нефти марки бренд сегодня с утра мы видим сегодня с утра мы видим также попытки начала коррекции напомню что нефть растет уже более двух недель начиная а рост по данному инструменту продолжается и вот сейчас появились первые попытки начала коррекции по данному инструменту собственно сегодня были закрыты несколько свечей ниже минимума пятницы соответственно если сегодняшний день закроется ниже открытия и соответственно удержится выше максимум 13 апреля то есть максимум которые были в пятницу то начало нисходящего коррекционного движения по нефти марки бренд ну и по нефти марки витяй можно ожидать соответственно выход из завершения данного коррекционного движения также может послужить возможностью для присоединения на покупку в сторону продолжения укрепления нефти и движения в область уже 60 долларов за баррель напомню что один из ключевых уровней сопротивления который сейчас мы можем отметить мы видим его на дневном таймфрейме это область 5718 который фактически не можем преодолеть с начала этого года может быть взят уже со следующих попыток укрепления по нефти марки бренд но сейчас пока если говорить о покупках то здесь имеет смысл взять паузу по крайней мере до тех пор пока не будут обновлены локальный максимум пока на текущий момент в краткосрочной перспективе по нефти марки бренд у нас сохраняется коррекция и коррекционное движение остается в приоритете ну и индекс доллара который также мы отслеживаем как один из инструментов который показывает само который может быть основным индикатором для доллара тенденции нисходящее продолжается сегодня с утра обновили локальный минимум который был также показан нам 13 13 апреля да в четверг не пятницу в пятницу данных не торговался поэтому на текущий момент тенденция нисходящая по нему а также сохраняется на полу и стали отслеживать после обновления минимумов которые были показаны 10 апреля 11 апреля уже их обновили соответственно тенденция пока продолжается на ослабление данного индекса если говорить о следующих уровнях разворота то их мы сможем уже скорректировать после закрытия сегодняшнего дня и поставить за максимум 100.49 максимум который был зафиксирован также в четверг соответственно если говорить о продолжении покупок по данному инструменту то нам нужно дождаться сигнала выхода из данного коррекционного движения который на текущий момент продолжается и занимает основное место на рынке и текущей ситуации итак коллеги по наверное с прошлой недели не так много изменений которые можно осветить которые можно разобрать но тем не менее довольно таки быстро в течение 30 минут мы с вами прошли все основные инструменты посмотрели что на текущий момент на рынке преобладает поэтому если у вас остались вопросы еще несколько минут то пожалуйста вы их напишите в чат напишите ваши вопросы пожелания комментарии то возможно что хотелось бы обсудить еще оставшиеся несколько минут вам как нашего вебинара я пока также напомню что для всех подписчиков нашего youtube канал доступна на текущий момент видеоаналитика который выкладывается каждый день с точки зрения технического обзора и каждый понедельник фредерик также записывает обзор по фундаментальному анализу на предстоящую неделю поэтому фактически всю исчерпывающую информацию на предстоящий торговый день вы можете получить за 10 минут просмотрев видео по фундаментальному анализу фредерика и отслеживая технические обзоры которые длятся буквально 4-5 минут освещают все основные изменения которые прошли за предыдущий день а потому что безусловно рынок он меняется рынок он корректируется и важно держать руку на пульсе что мы и со своей стороны стараемся сделать максимально эффективно для вас наших постоянных участников и клиентов компании Admirals Markets а также коллеги напомню что для тех кто записывался на курс персональной инвестиции который был в начале апреля а также в разделе видео доступны записи первых трех видеоуроков которые также вы сможете найти и посмотреть в спокойной обстановке и уже на наших следующих вебинарах задать те вопросы которые у вас появляются итак коллеги если на самом деле я всегда призываю всех до участников писать любые вопросы которые у вас появляются на которые имеет смысл сделать акцент если что-то непонятно возможно какие-то ситуации на рынке какие-то торговые подходы которые вы для себя хотите использовать или то что мы разбираем на наших следующих на наших вебинарах вы их обязательно пишите вы можете это делать непосредственно в чат но как показывает практика подготовить все вопросы к чату прошу прошу прощения подготовить все вопросы к вебинару не всегда удается поэтому лучше писать вопросы заранее еще раз оставляю свою почту в сообщениях написал почту роман.исаков собакамерамаркет.ком всегда готов открыт к вашим пожеланиям к вашим вопросам и готов всегда прийти на помощь поэтому все ваши вопросы пишите на данную почту я по возможности буду отвечать вам непосредственно в письме либо выносить ваши вопросы на обсуждение уже в нашем вебинаре напомню что следующий вебинар состоится в понедельник в 19.30 по московскому времени где мы уже посмотрим как у нас закрылась предыдущая неделя и что мы можем ожидать на неделе предстоящей поэтому отметьте у себя в календаре запишите всегда в 19.30 будем рады вас видеть на данном вебинаре но если у вас по какой-то причине не получилось присутствовать если качество видео позволяет мы выкладываем также на youtube канале чтобы вы смогли его посмотреть уже в свободное время данное видео появится уже завтра во второй половине дня на youtube канале итак коллеги если на текущий момент вопросов нет тогда будем прощаться приглашаю всех также завтра на вебинар который проведет мой коллега фредерик и также будет вебинар который посвящен индикаторному анализу мой коллега виталий шевченко два вебинара один в 18-30 другой в 20-30 зарегистрироваться на них вы можете также на сайте отнравмаркетс и сейчас также провожу ссылку чтобы вы смогли и посетить эти два интересных вебинара на одном вы сможете познакомиться с методами компьютерного анализ это несколько отличается от того что рассказываю я потому что для меня более более важен именно price action то есть то как себя ведет цена поиск паттернов но есть также трейдеры кто использует индикаторы безусловно и возможно данный подход будет интересен также для вас для улучшения вашей торговой системы поэтому рекомендую записаться ссылка на предстоящие вебинары в чате я добавил будем вас рады на них видеть итак коллеги всем желаю успешной торговой недели и увидимся уже на следующей неделе всем спасибо за внимание и до свидания и до свидания